МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репортёр 73 предлагает вашему вниманию спецвыпуск программы «Реальность» 18 марта 2018 года. Выборы президента России. Смотрите и слушайте, как голосует Ульяновская область, которая сегодня буквально замела снегом. По информации МЧС, что подтверждает и наши общие ощущения, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков. На областных дорогах убирали снег 230 спецмашин, в Ульяновске – 160. Но избирательные участки открылись точно по расписанию, ровно в 8.00. Минуты до открытия оглашались автоинформатором. Члены комиссии перепроверяли готовность жителей региона, пришедшие на участки до открытия, коротали время у информационных стендов со списком кандидатов, изучали правила процедуры голосования и пользования КАИБами. С участка в самом центре областного центра. Материал моей коллеги Анжелы Забашты. Наша съемочная группа находится в первой гимназии. Здесь располагается сразу несколько избирательных участков. Все по классической схеме. Видеонаблюдение, организаторы и наблюдатели. На настоящий момент замечаний никаких и жалоб не было высказано. Люди приходят, спокойно голосуют. Наблюдатели тоже работают в штатном режиме, замечаний никаких нет. Наблюдатель с самого начала приходит на участок, смотрит, чтобы все было в порядке, чтобы везде были ручки, чтобы было светло в кабинетах для голосования, чтобы все соответствовало стандартам. Никаких нарушений я пока что не нашел, ничего не агитации, ничего не было. Единственное, что меня смущает, это торговые точки. Я первый раз здесь, поэтому меня это смущает немножко. А так, в принципе, ничего такого не было. Большое количество населения отказывается приходить на выборы, и каждый считает, что от его голоса ничего не изменится. В итоге, из-за того, что большие массы просто не появляются на выборах, они лишаются возможности что-то поменять в истории своей страны, сделать свой выбор. И сегодня, я считаю, что это отлично возможно проявить свою гражданскую позицию, прийти, сделать свой выбор и внести, так сказать, свою лепту в развитие своей страны. В целом, у нас участок достаточно молодой, то есть по количеству избирателей, которые в возрасте до 35 лет, у нас их, наверное, около 40% от всего участка в целом. Это же такое соединение, это песни, это частушки, это общение. Общение, когда действительно, когда люди общаются в этот день, поздравляют с праздником, естественно, с праздником, кстати, у вас, дорогие, с праздником. Меня вызвало некоторые сомнения, то, что когда сейчас поедет один из наблюдателей по домам, и они должны будут заехать в детскую клиническую больницу, которая к этому участку относится. И вот туда, в помещение детской больницы, их пустят, наблюдатели, но в отделение не пустят. Соответственно, тут, возможно, какие-то нарушения, с моей точки зрения. Это не громкие слова, что вообще каждый гражданин должен отдать долг, потому что от нашего голоса зависит и развитие нашей страны. Так что мы всегда ходим на выборы, и друзей, своих знакомых всегда говорим, что нужно отдать свой долг. В первых рядах утром мы уже здесь. Традиционное внимание в этот день – голосование людей творческих и медийных, политиков и лидеров регионов. Губернатор Ульяновской области местом для своего волеизъявления выбрал Карлинское. С учетом расположения села и его административно-территориальной принадлежности, одновременно и в селе и в городе, очень грамотный выбор для региона, в котором и промышленность развивается, и сельское хозяйство не отстает. Избирательный участок 3901 работает в штатном режиме. Погодные условия не мешают голосующим приходить на выборы. Дороги на улице расчистили, в ДК соблюдены все условия. Здесь находятся организаторы, в том числе секретарь, несколько наблюдателей, органы правопорядка, МЧС, установлены камеры видеонаблюдения. В 11-м часу дня отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты России приехал губернатор области вместе со своей семьей. Отдать должное всем организаторам, мне кажется, сделали все, чтобы любой, даже неверующий, нежелающий, может быть, так сказать, пойти на избирательное участие, чтобы пришли. Мне кажется, мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что зависит от каждого гражданина. Ну и, конечно, я тоже хочу присоединиться к вашим замечательным словам, поздравить и вас, и в вашем лице всех жителей Ульяновской области с этим замечательным праздником. По-настоящему народный праздник. Не осталось без внимания при разговоре с губернатором и состоянии областных городских дорог из-за погодных условий. Сообщается, что в 6.30 состоялось первое заседание штаба по уборке территорий. Обильный снегопад начался в три ночи. До 11 дня выпала практически месячная норма осадков. По данным гидромедцентра, в районе 12 дня закончился снегопад и ушел на северо-восток. Но в Ульяновской области, обещают, начнется сильное похолодание. А пока погода меняла свое настроение, 18 марта выборы в Карлинском продолжались. Ну, пока у нас 300 человек проголосовал, 15% составляет от числа наших избирателей. Но более 50 заявлений у нас есть на выезд на даму, на голосование на даму. Одна у нас часть комиссии уже уехала. То есть более 50. И пока до двух часов мы еще имеем право принять заявление на выезд на даму. Все с удовольствием голосовали. Проблем вообще никаких не было. Кстати, на сцене ДК в Карлинском развернулась концертная программа, где выступали творческие коллективы. Песни, танцы, небольшие театральные постановки. Выборы 2018 постарались сделать действительно праздничными. Мы не в полном составе семьи. То есть пока только двое детей. У меня их четверо. Они потом сами придут голосовать уже. Ну так. Организация очень даже хорошая. Пойдем сейчас дальше на праздник, смотреть концерт. Мы люди ответственные уже в возрасте, поэтому всегда приходим на такого рода мероприятия. Впечатления как ваше? Очень, сегодня очень, как никогда, очень много народу. Никогда так выбор. Как-то редко одни, один по одному ходили, а сегодня очень массовый такой. Напомним, окончание голосования в 8 часов вечера. Если вы до сих пор сомневаетесь, приходить на выборы или нет, прийти обязательно стоит, потому что выражение своей гражданской позиции – это важно. Анжела Забашта, Константин Никитин, репортер 73. В 10 часов по местному времени самым активным голосующим районом области стал Старокулаткинский – 19,17%. В целом же регион на 10 утра показал явку избирателей почти в 8%. А на востоке страны, например, в 10 селах на Камчатке и Чукотке явка уже к 10 утра составляла 100%, несмотря на сложные природные условия. Для живущих в зоне вечной мерзлоты ульяновские сугробы забавно не урядятся ни более. Поволжье отвыкло от такого разгола стихии. Как справились районы с непогодой и насколько активно голосовали жители Ульяновской области в течение дня? Никаких вопросов нет. Дороги вычищены идеально. Соответственно, все идет в плановом порядке. Жители голосуют. На 12 часов было более 50% людей, которые отдали свой голос, выполнили свой гражданский долг. Ну, соответственно, все в рабочем порядке, так, как надо. Давно этого ждали, и вот это происходит. Погода нахулиганила нам все, да, как бы, вот, подфартила. Но отношения людей радостные. Идут вот на 12 часов, то у нас было порядка 40%. В принципе, как бы, в сравнении с 2012 годом, это в один-в-один. А там погода хорошая была. В принципе, вот идет онлайн-трансляция с участков. Важное событие, от которого зависит общее самочувствие, это благоустройство. Ульяновск второй год работает по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Обсуждали проекты более 12 тысяч горожан. В одном только Ульяновске прошло 111 встреч с жителями. И сегодня они сами определяли перечень общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2018-м. Для 30 территорий архитекторы разработали индивидуальные дизайн-проекты. Допомним, что дворы включаются в программу по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве учитываются принципы доступности для малобобильных групп населения. По плану, все неухоженные общественные пространства в городах страны должны быть приведены в порядок до 2022 года. Участие в приоритетном проекте – это возможность воплощения нешаблонных решений и реализации собственных инициатив по благоустройству. Равнодушными эта возможность не оставляет. Заинтересовать людей, сделать их активными участниками создания комфортной среды, населенных пунктов, в которых они сами живут, удалось. Проведение прямого голосования – это, пожалуй, наиболее объективный и эффективный способ выявления предпочтений населения. Урны для голосования за непосредственно свое пространство востребованы. Среда сегодня, в воскресенье 18 марта, некомфортная. Виной тому погода. Всю ночь Ульяновскую область заваливала снегом. На профессиональный праздник коммунальщики получили не просто работу, а возможность поразгребать завалы. Тем не менее, голосование за комфортную городскую среду продолжается. Избиратели ради будущего штурму и сугробы идут на участки. Как писал Владимир Маяковский, «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть. Пока такие люди есть в Российской Федерации. Выбрать и благоустроить задача будущего». Для нас особенный день. Я знаю, как важен для жителей 18 микрорайона благоустроенный современный семейный сквер. Поэтому свой голос я отдаю за сквер на Московском шоссе. Я думаю, что это на самом деле для каждого жителя нашего микрорайона огромная возможность. Во-первых, определить свою роль, свое место. «В последнее время уже заметно благоустройство многих парков в нашем городе. Но так как мы жители Ленинского района, нам хотелось бы, чтобы благоустройство продолжалось в центре, в Ленинском районе, особенно, где парк Дружба находится». «Я, конечно, как будущий родитель заинтересована в благоустройстве парков нашего города. И, конечно, я выбирала те скверы, те парки, которые находятся рядом с моим домом, чтобы я могла там гулять». Многие из жителей 73-го региона знают – «хочешь благоустроить хорошо – сделай сам, а власть поможет». Сегодня в активистах не только члены ТОСов свое мнение может высказать каждый. Решают исключительно сами граждане. Единственное, что необходимо – подняться с дивана, прийти на участок и заявить о своем видении современного и удобного для жителей, для нас всех, города. «У нас программа стартовала в прошлом году. И, конечно, охват населения, которого коснулась программа, непосредственно порядка 60 тысяч человек в области. 5 тысяч из них были непосредственно вовлечены в сам процесс проекта. Это работа в общественных муниципальных комиссиях, которые были созданы в рамках этого проекта. Их до этого не было. Это трудовое участие, когда жители выходили на субботники или когда выходили помогать, благоустраивать свои дворы, принимали работы у подрядчиков». Уже на 12 часов 18 марта проголосовавших за уютные и комфортные дизайнерские территории около 40 тысяч. Это при том, что голосуют не все районы. В Корсуне, Майне, Николаевке и Шеевке, Октябрьском, Чердоклинский район, рейтинговое голосование пройдет 20 марта. Подсчет этого голосования будет проходить всю следующую неделю. Результаты огласят 26 марта. Что потом? А потом наступит весна, и огромное поле деятельности развернется на всех участках, выбрали которые сами граждане. Мы хозяева своей территории, и только мы определяем, как нам жить. Россияне за границей голосуют сегодня только за президента. Покинувшие свою страну навсегда или на время, но не порвавшие прочных связей, они сохранили гражданство Российской Федерации. Большие диаспоры русскоговорящих живут сегодня в Австралии, Канаде, Европе и США. Выборы президента России за рубежом. Как живущие там могут голосовать за судьбу родной страны? Помимо самой России, проголосовать на выборах президента можно и за рубежом. 401 участок на планете открыт вне пределов Российской Федерации, на территории 145 стран. Досрочным правом выбора за границей уже воспользовалось более 30 тысяч человек. Основная же масса избирателей россиян, которые проживают за пределами территории Российской Федерации, или приехали туда в отпуск, или по служебным делам, или на учебу, голосуют сегодня. Во Франции россияне смогут проголосовать в конкурсах России, их несколько в стране. С 8 утра до 8 вечера, насколько мне известно. Дополнительно никакого информирования и призывов нет. На этой неделе я получила пару журненных писем от сайта госуслуги, и это все. Россияне, проживающие в Соединенных Штатах, будут иметь возможность проголосовать за президента Российской Федерации в 19 городах, насколько я знаю, в том числе в Нью-Йорке, в Вашингтоне, непосредственно в самом посольстве, также в Атланте, в Майами и во многих других городах. В последнее время во многих русских общинах в Австралии везде кругом звучат призывы идти голосовать, кругом все обсуждают выборы президента России. Объявления висят буквально везде. В этом году мы можем проголосовать за президента России в Русском доме Фицрой, Мельбурн, Австралия. Голосуем за наше будущее. Именно так говорят избиратели, те, кто пришел отдать гражданский долг по месту жительства или месту пребывания. Важная роль в этих выборах отведена общественным наблюдателям, на которых в этот день двойная ответственность. И уследить за всем нужно, и самим успеть проголосовать. В школе номер 15 на улице Верхнеполевой работает сразу три избирательных участка. Открылись они ровно в восемь, как и по всей стране. С самого утра члены УИК и общественные наблюдатели отмечают высокий порог явки. Здесь ожидается до двух тысяч избирателей. 19 из них должны проголосовать впервые. Также на этом участке еще одно новшество 2018 года – это новые Каибы. Участок 39-33 в полной боевой готовности встречает всех желающих отдать голос за будущую президента страны. Система видеонаблюдения фиксирует каждый шаг любого, кто находится в помещении, отведенном для голосования. Следить за участком можно и в режиме онлайн. Нововведение этого года здесь – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Электронные урны доставили заранее, утром отладили и приготовили к работе. За ходом голосования пристально следят общественные наблюдатели. Все прозрачно и открыто. На мой взгляд, все идет согласно требованиям законодательства. По крайней мере, я появился в 7-15 на участке. И вот на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту не было ни одного инцидента. Проголосовали уже из 1971 избирателей по спискам 148 человек на 10 номер. Выборы 2018 с самого старта показывают, насколько ответственно подошли граждане к вопросу голосования. Еще до открытия электоры собирались у дверей. Небольшие очереди есть и спустя несколько часов с начала работы участков. Члены участковых избирательных комиссий подтверждают – в этом году активность избирателей заметно повысилась. Пока все идет нормально, Каибы фут-фут-фут, чтобы не сглазить. Пока работают хорошо, люди довольны. Кстати сказать, мы благодарны своим избирателям, потому что в этом году избирательная кампания имеет некоторые особенности. И мы тоже первый раз с ними встретились. И поэтому избиратели, мы считаем, поняли нас. Отдать голос за кандидатов президента на участок прибыл член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Ситников. Организацией процесса остался доволен. На участке обстановка спокойная, безопасность на высшем уровне. Люди улыбаются и они определяют свой выбор. Конечно, я также сделал свой выбор, отдал свой гражданский долг как гражданин Российской Федерации. Настроение праздничное. Несмотря на совсем не весеннюю погоду, избиратели выбрались из дома. Важность мероприятия трудно переоценить. Каждый голос может стать решающим. Года прекрасная. Мне нравится, когда снег. И вообще красиво, чисто. Погода прекрасная. Иду с хорошим настроением. Погодные условия не помеха. Главное проголосовать. Оставить свой голос. А там уже как получится. Как получится. Это главная интрига дня. Самый животрепещущий вопрос. Каждый избиратель, опускающий бюллетень с отметкой в КАИП или урну, отправляет послание в наше общее будущее. Каким лично он хотел бы его видеть. Вера Мещерякова, Александр Кудряшов. Репортер 73. Открытые и прозрачные выборы президента проходят под колоссальным вниманием наблюдательского корпуса. Работа участковых комиссий как на ладони. В веб-камерах и соцсетях вся информация стекается в единую базу избирательных комиссий субъектов страны. В Ульяновской области 989 избирательных участков, из которых 982 постоянных и 7 временных в 6 медицинских стационарах и воинской части. Лишь на половине из них было установлено видеонаблюдение. Точнее, на 412. Уже к полудню на избирательные участки региона пришли 249 561 человек. А это 25,04% от общего числа избирателей. Выборы 2018 могут войти в историю высокой явкой избирателей. По Ульяновской области лидирует Старокулаткинский район. А какое место занимает наш регион по стране, будет известно после подсчета голосов после закрытия избирательных участков. К полудню явка избирателей превысила на 2% число проголосовавших за такой же промежуток времени на президентских выборах в 2012 году. И на 6% осенние выборы 2016 года. Раньше всех к участкам потянулись жители сельских районов. Но горожане также радуют своей активностью. Участки будут работать до 20.00, даже если по заявленным спискам явка составила 100%. Что касается нарушений, ну каких-то нарушений, которые бы по нашим оценкам могли появлять на исходы голосования, на результаты выборов, не установлено. Мы о них, по крайней мере, ничего не знаем. Заявлений каких-то не поступало. Что касается технической новинки, Каивов, то не все запланированные избирательные участки смогли сегодня опробировать электронные урны. В минувшую пятницу во время тестирования у нескольких машин выявился дефект. Некорректность работы заключается в том, что они с первого раза принимают избирательный бюллетень. А это, конечно, во-первых, неудобно избирателям, во-вторых, это вызывает вопрос. Дефектные устройства сняли с работы. Их состояние изучают разработчики. Если неисправность удастся устранить, то в дальнейшем их вернут в строй. Вера Мещерякова, Константин Никитин, Репортер 73. В 20.00 избирательные участки закроются. Есть еще пара часов, чтобы отдать свой голос за будущее своей страны. Предварительные итоги голосования будут известны завтра. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин